Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучение русского языка. Тема нашего урока – «Зимние забавы» в разделе «Здоровом теле, здоровый дух». На уроке вы научитесь писать раздельно предлоги со словами. Вы сможете формулировать простые вопросы по содержанию текста и отвечать на них. Прочитайте предложения. Распределите их в правильной последовательности так, чтобы получился рассказ. Дети надели шутки, шапки, варежки и побежали на улицу. Наступила зима. И мороз им не страшен. Они играли в снежки, катались на лыжах с горки. Давайте проверим, что у нас получилось. Наступила зима. Дети надели шутки, шапки, варежки и побежали на улицу. Они играли в снежки, катались на лыжах с горки. И мороз им не страшен. Здорово получилось. Молодцы. Вы обратили внимание на выделенные короткие слова? Эти слова называются предлогами. Предлоги нужны для связи слов в предложении. Они всегда пишутся раздельно. Попробуйте составить словосочетания, используя предлоги. Вам в этом помогут рисунки. Думаю, вы справились с заданием. Проверим. Бегут на лыжах. Катаются с горки. Играют в хоккей. Отлично. Теперь, я уверена, вы сможете составить предложение с предлогами. Давайте посмотрим примерные варианты предложения. Малыши катаются на санках с горки. Ребята играют в снежки. Самат, Асель и Лена лепят снеговика. Марат катается на лыжах. Самал катается на коньках. Вы справились с заданием. Молодцы. Приступаем к выполнению следующего задания. Сформулируйте вопросы, опираясь на составленный текст. Малыши катаются на санках с горки. Ребята играют в снежки. Самат, Асель и Лена лепят снеговика. Марат катается на лыжах. Самал катается на коньках. Проверим, какие вопросы можно сформулировать по данному тексту. На чём катаются малышей? Во что играют ребята? Кого лепят дети? На чём катается Марат? На чём катается Самал? Всё правильно. Ребята, вы легко справлялись с заданиями. В качестве самостоятельной работы предлагаю вам составить рассказ. Зимние забавы по картинке. Наш урок заканчивается. В радуге цветов найдите свой цвет, который выражает ваше настроение к концу урока. Спасибо за работу. До свидания.